Друзья, всем привет! Как вы знаете, релиз глобальной HyperOS 2 уже не за горами. Об этой теме я сделал уже отдельное видео, где рассказал, что стоит ожидать. И по моему мнению, на версию 2 оно не тянет. Но в этом видео мы будем с вами делать обновление системных приложений, чтобы уже здесь и сейчас получить себе хоть какой-то вид из HyperOS 2. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Как и обычно, все сегодняшние приложения вы найдете в нашем телеграм-канале по ссылкам из описания под этим видео. Первое приложение, которое у нас будет новым и с редизайном, это часы. Разработчики меняют лишь только визуальную составляющую этого приложения, да и все. Для кого-то может показаться странным, что лишь только из-за визуальных изменений рекомендую поставить это обновление. Но справедливости ради уже давно не обновляли разработчики приложения часы, и этот шаг направлен на переход на новую концепцию из HyperOS 2. Хотелось бы, чтобы это приложение получило еще больше каких-то новых фишек и функций, но пока что это не предвидится. Переходим с вами далее. Приложение Диктофон, а также искусственный интеллект для него. Казалось бы, что можно в Диктофоне из нового добавить? Но разработчики смогли сюда завести искусственный интеллект, который параллельно будет делать расшифровку голосовой записи. Для этого необходимо поставить два приложения из описания. Это сам Диктофон и приложение субтитров. Но сразу оговорюсь, что работать оно может не везде. И кстати говоря, до конца неизвестно, будут ли вообще хоть какие-то фишки и опции искусственного интеллекта в глобальной прошивке. А все действия по Диктофону добавят нам как раз фишки из китайской HyperOS 2. И что важно, само же приложение будет полностью локализировано. Что еще можно из интересного поставить на свой аппарат? Это редактор экрана блокировки активного экрана. В новой HyperOS 2 было добавлено много стилей для этого меню. Но есть один момент. Работать полноценно на HyperOS 1 они не могут. В плане их редактирования и применения обоев. Ну то есть вы только можете применять их и все. Умельцам же удалось это вытянуть и теперь каждый себе может накатить данную историю. Для этого необходимо выполнить следующее. Для начала заходим в настройки, о телефоне, переходим в раздел резервирования и восстановления. После чего нажимаем мобильное устройство, далее снимаем галочки со всех разделов и после раскрываем раздел другие данные системных приложений и ищем редактор активного экрана и блокировки. Мы соответственно это выбираем и далее внизу нажимаем создать резервную копию. Отлично пол дела сделано. Далее по ссылке из описания переходим на пост про эту тематику. В нем найдем пункт скачать. Нас далее перекинет на файл резервной копии. После чего мы ее качаем сбоку от файла, нажимаем на три точки и выбираем сохранить. В следующем шаге рекомендую использовать проложение Google файла, чтобы можно было сделать подмену названий. Скачиваем с маркета это проложение и открываем путь. Внутреннее хранилище, MIUI, Backup, All Backup и дата вашей копии. Далее нажимаем по файлу, выбираем переименовать и копируем название, после чего выходим назад. После ищем наш скачанный бэкап, допустим в папке Telegram. Меняем же в нем название по аналогии, как сделали только что с предыдущим файлом и сохраняем. И тут теперь самый важный момент. Через Google файлы мы не копируем скачанный файл с новым названием, а мы копируем через стандартный проводник HyperOS. И через него просто перемещаем наш новый файл в папку с бэкапом, подтверждая его замену. И чтобы завершить все эти действия, мы опять возвращаемся в резервирование и восстановление. Снова выбираем мобильное устройство и тут уже делаем свайп влево, попадая в раздел восстановление, откуда мы применяем наш файл. После этих действий получаете новые стили из HyperOS 2, но с моментами, о которых я упоминал ранее. Что еще можно накатить на свой Xiaomi? Это конечно же новый рабочий стол с новой лентой виджетов, которые в поиски приложений добавят инструмент искусственного интеллекта. Но для этого аппарат должен конечно же поддерживать как раз активацию поиска приложений из настроек. По рабочему столу или же системной оболочке важно понимать следующее. На HyperOS 1 есть проблемы с жестом назад в некоторых приложениях. Да, это минус, не спорю, но в целом версия вполне пригодна для использования на повседневе. По самой же системной оболочке стало лучше, оптимизирование новой анимации при разблокировке смартфона и открытие раздела с редактированием рабочего стола радует глаз. Да и в целом пригодно, но также не без нюансов. И вишенка на торте у нас всеми любимая, ну или же нет, приложение Joyeuse. Новая версия улучшает работу смартфона в играх, убирает тем самым троттлинг, на который многие жалуются. Если же троттлинг убирать не нужно, а необходимо допустим получить стабильный FPS, для этого идем в информацию о приложении, нажимаем внизу очистить и выбираем очистить все. В целом данная подборка стоковых приложений у нас подошла к концу. В комментариях пишите какое обновление вам больше всего понравилось и почему. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok